друзья мои всем доброе утро смотрите на улице еще темно время 6 30 а я уже не сплю мне сегодня очень насыщенный день к 7 часам у меня запись к парикмахеру почему я сделала так рано запись потому что у нас сегодня с мироном театр в 12 часов не до 12 часов нужно было успеть мастер пошла ко мне навстречу у нее просто на 10 утра запись вот и она меня согласилась взять 7 утра вот ярославле один градус в принципе не холодно ночью моросил дождичек стучал по крышам по карнизам слышно было сейчас дождя нет вот так что театр в 12 потом после обеда у меня ногти еще хотелось бы конечно с мироном сходить его в парк динозавров ну в общем денечек у меня сегодня будет насыщенный и долгий давайте я вам покажу утренний ярославль вечерний я показывала а утренний еще не показывала улица свобода утренняя улица свобода вороны каркают вечером вороны каркают я вечером домой шла со стоматолога и утром там каркают одно воронье кругом летает так приехала на площадь волкова драматический театр имени волкова пустынные улицы так Пойдем на красный, нарушим, никого нет. Друзья, представляете, что у меня с зубом? Ну, такое может произойти только со мной. И причем, почему-то в последнее время со мной происходят какие-то казусы. То юбку не ту покладут, то не тот зуб вылечит. Да-да, представляете, в прямом смысле. Пошла вчера к стоматологу, кстати, углическая 31, рекламка такая. Вот, пришла, я говорю, у меня откололся часть зубика, ну, и чувствуется дискомфорт при попадании пищи, болит. Открыла рот, он посмотрел, да, ага, все, вижу. И, ну, залез мне вот этим штыречком-то остреньким. Ну, в принципе, да, чувствуется, почувствовала я такую, не то чтобы боль, ну, почувствовала, что что-то чувствую. Вот, я уже пришла. Вот, и, значит, он мне начал его лечить, этот зуб. Поставил мне пломбу. Отдала я 2 800, а, ну, предварительно поставил мне обезболивающий, анестезию вылечил. Так, заплатила я 2 800 и успешно пошла домой с этой анестезией. Пришла домой, у меня пока анестезия прошла, я, естественно, ничего не чувствовала. Вечером прошла анестезия, я сажусь кушать, ну, и смело начинаю жевать на левой стороне жевательных зубов, думая, что у меня уже ничего не болит. Ага, не тут-то было. Начала кушать-то тортик. Всё, у меня зуб заболел. Я была в таком шоке. Конечно, такая неприятность. Ну, я вчера, конечно, уснула в плохом настроении. Ну, как-то прям неприятно. Ну, во-первых, не то, что я отдала эти 2 800, да, не за тот зуб, а неприятно, что моя проблема-то не устранена. А у меня 2 насыщенных дня, мне сейчас даже, ну, я, во-первых, я уже больше к этому доктору, естественно, не пойду. Даже если у них и нашлась бы запись для меня, но я не пойду к нему. Ну, а к другим специалистам так просто не попадёшь. Поэтому вот такая неприятность, что проблема-то осталась. Хотя я рассчитывала её устранить. Вот так бывает. Так что будьте внимательны. В следующий раз, конечно, я буду более тщательно подходить к определению больного зуба. Так, не сюда встало. Следующее отольцо у меня. Вот, так что, ну, и доктор, соответственно, тоже, видимо, не очень компетентен, раз не смог даже определить. У меня тот зуб, ну, как бы, даже и не болел, даже он особо меня не беспокоил. Даже если в нём что-то и было отколото. Ну, да ладно, теперь уже приеду в Норильск, буду уже там заниматься своими зубами. Всё, друзья, увидимся после парикмахера. Но на этом мои казусы не заканчиваются. Шаг к парикмахеру. Здесь всё закрыто. Света нигде нету. Я звоню, обрываю провода, пишу. Ну, и в итоге мастер просыпается и пишет. Ой, Мариночка, простите, я думала у нас запись на 8 утра. Мариночка, значит, проснулась в 6 утра, пунктуальная такая, летит сломя голову. Ну, жду. Друзья, даже не знаю, стоит ли мне дальше снимать сегодняшнее видео, потому что, ну, кроме слов негодования, у меня, к сожалению, больше слов нет. Сегодня, видимо, точно не мой день. Вчера был не мой день, потому что мне зубни тут сделали. И сегодня не мой день. В общем, ждала я парикмахера больше часа. Даже к 8 часам, как она мне сказала, я думала, что у нас запись на 8. Она даже к 8 часам не успела. Она приехала в 13 минут 9. Ждала её больше часа. И ещё думала, смотрю, 8 часов, стукнула её, нет. Думаю, то ли поехать домой, обратно. Ну, чё, как бы, ну, мне это не понравилось, конечно же, что я человека жду так долго. Я уже хотела уехать домой. Но потом, но потом я подумала, здесь я сделаю работу за 3 тысячи, домой приеду, я сделаю за 5 тысяч. Ну, чё, 2 тысячи, не деньги, что ли? Ну, думаю, ладно, сэкономлю. В общем-то, ждалась я её. Началась наша работа. Сразу ей сказала, висок мне не осветлять. Я уже у неё была до Болгарии, я была у этого мастера. Но она меня только тонировала. И чуть-чуть объёмчик убрала. Вот. А сейчас не надо было осветлить корни, к тому же, предварительно. Вот. Висок, вот этот мой, бритый, я никогда не осветляю, я его не трогаю. Чтобы, знаете, такой контраст был. Вот. Сразу ей сказала, висок не осветляем. Как словом, так делом. Висок она мне осветлила. А я сидела в телефоне. Я смотрю, у меня уже... Всё, вся работа началась с виска. И потом... Ой, я забыла! Ну, ладно, думаю, чё, висок отрастёт через 2 недели. В принципе, я его опять подбрею, у меня уже свои волосы будут. Ну, конечно, некрасиво. С осветлённым виском вообще некрасиво. Просто как будто лысина. Сейчас я двери открою. Вот. Дальше. Опять на этом не закончилось. Не закончились неприятности. Дальше она мне намазюкала голову. У меня просто начало всё гореть жутко. В общем, в итоге сожгла она мне голову. Очень были сильные боли. А потом, когда она начала меня тонировать сверху уже, после осветления, у меня просто горела кожа. Не то, что вот... Знаете, когда большая процентность оксида, чувствуется щипет, да? Тут совсем другое. Тут просто горела кожа. Я поняла, что у меня кожа вспалена, что она у меня сожжённая. И в итоге она меня толком затонировать. Не затонировала так, как я хотела. Потому что нельзя было держать. Ну, невозможно было держать на голове краску. Всё, пришла домой. Ну, ладно. Дальше у нас культурное мероприятие. Я думаю... Я думаю, моё настроение... Моё настроение поднимется. Верончик у нас со второго этажа съезжает на лифте. Мирош, поздоровайся со зрителями. Всем привет. Куда собрался? В театр. В театр. В рюкзачок положили джинсики. Вдруг там будет жарко. Снимем тёплые штаны. Переоденемся в джинсы. Ну, по крайней мере, мы в Норильске всегда так делаем. Чтобы ребятёночек не прел в тёплых штанишках. Давай, открывай. Молодец. Кому-то что-то привезли. Детишки гуляют. Ребятишки гуляют. А мы в театр. Оделась сегодня с нудик Мирончику вот сюда вот под курточку. Прям к шейке. Но курточка не застёгивается из-за этого до конца. Давай ручку. Мам. Ау. А папа с тобой не пойдёт? Нет. Не пойдёт. Папа у нас решил остаться дома. И сегодня, и завтра что-то он не захотел. Он хочет посетить театр, но драматический. Но в этом году нам никак, потому что у нас Мирончик. приедем в следующем году в отпуск. У нас уже будет Софьюшка. Всей семьёй приедем. И тогда уже с Сергеем сходим в драматический театр. Ну, а на детский он говорит... Мам. Надо было самокат брать. Самокат. Да ну, в театр на самокате. Мы сейчас тут на остановке сядем, две остановки проедем и выйдем прямо возле театра. Три остановки. Три? Да. Вот, так что сказала. На детский спектакль уже идите сами. Дорогие мои, всё-таки юпочку я сходила, поменяла. Вот она, эта клеточка. Вот, думала, тёмно-бордовая. Она какая-то, знаете, сливовая скорее. А вот, смотрю, некоторые мне пишут в комментариях, что этот фасон меня полнит. Ну, ну и что? Ну и пускай полнит. Я особо по этому поводу не парюсь. Вот. Кстати, ещё и камера полнит. Вот что я хочу сказать. Вот на фото, когда фото снимаешь, то нормально. А вот почему-то видео, оно полнит. Я это, кстати, у многих блогеров это слышала. Вот. Так что пусть будет и такой фасон. У меня такого фасона нет. Ну, а карандашик юпочка. Ну, это карандаш, он и есть карандаш. Обычная классика. У меня есть юпочки, карандаш. А такой юпочки нет. Мне просто захотелось, знаете, какую юбку? Чтобы можно было носить с кроссовками. Такую вот удлинённую и под кроссовки. А плесеровка, она очень круто смотрится с кроссовками. И с ботиночками, и с сапожками. Поэтому ничего страшного. Пусть для коллекции будет. Да. На какую остановку мы будем садиться? А вот на той, впереди нас остановка, где мы и садились всегда. Да. Вот. А ещё, дорогие мои, по поводу шапок, тоже очень много комментариев. Всем огромное спасибо. Тоже были такие комментарии, что эта шапка не очень понравилась, а больше понравилась сиреневая. Но знаете, мне тоже сиреневая понравилась. Но тут дело в том, что я подбирала шапку себе под шубу, под капюшон. Вот эта сиреневая шапка, она с пуховиком пойдёт. Ну, может быть, и с шубкой, знаете, с таким состоячим воротником, со стоечкой. Но мы на севере зачастую носим капюшончик. Скорая помощь, реанимация поехала. Мы на севере, как правило, носим капюшон. Вот. А вот это, в такой шапке, вот с таким фасоном, у которых, как они называются эти модели, я в них особо не фурычу. Вот у них вот этот вот макушка вот такая. Как носок, не носок. Вот. А с капюшоном, ну, сложновато. Капюшон одевать, поправлять придётся её. Когда снимать, опять поправлять. Поэтому я искала шапочку по голове, чтобы она у меня была по головке, чтобы спокойно одевать капюшон без вот этих вот всяких поправляний. И, в общем, не париться по этому поводу. Вот. Поэтому вот с этим учётом я взяла синюю шапочку. Вот. Потому что у меня подобная шапка с отворотом и с большой, длинной макушкой. Хотя у меня была не длинная, но такая стоячая макушечка. Вот. У меня была шапка это в прошлом году. Софья её очень уж облюбовала и забрала у меня её. Вот. И я знаю, о чём говорю, с капюшончиком. Ну, не совсем удобные всякие шапки. Ну, как-то так. Так, нам надо торопиться немножко, прибавлять наш шаг, чтобы мы не опоздали, чтобы мы бегом-бегом не бежали, спокойненько зашли, спокойненько разделись, спокойненько. Билеты я взяла. Всё. У меня что-то голова не варит. Паспорт я не взяла. Но в кукольный театр паспорт не нужен. Слава Богу. А вот завтра паспорт пригодится. В ЧУЗ нужен паспорт и нужен QR-код. А в кукольный театр не нужен, потому что там рассадка нет. Неполная рассадка, в общем. Я не знаю, сколько там процентов, но неполная рассадка. Поэтому там вход свободный. Вот когда с утра день не задастся, потом весь день вот так вот всё наперекосяк. Сегодня, кстати, на улице прям очень тепло. Мы даже вот с Мирончиком без варежек, без перчаточек. Прям тепло так. Хотя ветерочек немножко поддувает, но он не северный. ярко. Мироша, Мироша, иди сюда, не подходи к дороге. Филипочек мой маленький. Ты Филипочек маленький? Всё-таки, да, решили мы переодеться. Здесь жарковато. Давай, вставай. Ага. Давай я тебе помогу. Или ты сам? Сам? Ай, больно. Прости. Давай. Всё, он сам. Ничего не даёт помочь. Всё, молодец. Ширинку. Вот такой здесь фойе. Это именно кукольный театр. А театр юного зрителя, он в этом же здании, но вход с другой стороны. Покажу вам свой височек. Видите? Он у меня теперь светленький. Вот. Стричься я уже не стала. Говорю, не надо мне ничего делать. Вот. Настроение уже было не очень, так скажем. Ну вот. Свет обновила. Уже хорошо. У нас ещё есть время. Ещё 10 минут. Говорю Мирончику, давай пофотографирую тебя в кукольном театре Ярославля. Он не хочет. Ни в какую. Характерный. Вот же у нас овен. Сейчас, сыночек, надо же поснимать. Не надо. Почему? Пошли. Ты уже всё поснимала. Пойдём. Надо поснимать, показать зрителям, которые не были в Ярославском кукольном театре. Как здесь красиво. Красиво. Пошли в зал. Рассадка мест свободная, надо место занимать. А то сейчас все передние места займут. Посадила Мирончику отдельно. Маленькие детки занимают второй, третий ряд, а родители уже сзади. Закончилось первое действие. Очень интересно. Снимать, конечно же, нельзя. что мы и не делаем. Сейчас поднимемся на третий этаж. Все идут, и мы идём. Пойдём сюда, посмотрим, что здесь. Кушать хочешь? А пойдём, там что-то продают, посмотрим, что там продают. Сладости. Смотри, шоколадку можно взять. Можно взять. Ну, а здесь такая выставка. Выставка кукол, которые уже отработали своё. Принцесса и свинопас. светская дамы. Это щелкунчика, наверное, персонажи, учитель, Алёша. А вот, так скажем, отработанный материал. царь, бояре. Ох, это Емеля. Смотри, Мирош, какие куколки красивые. Настолько всё продумано. Так смешно. Смотри, царь на тебя смотрит. Ну, конечно, как мы пройдём мимо детской площадки. Мироша, помаши ручкой. Вцепился. Хорошая тут площадочка такая возле Тюза. Отзыв о спектакле сейчас оставим. Присесть тут сухенько. Всё, приехали мы домой. Три остановочки, и мы дома. Ну, что, Мирош, понравился спектакль? Да? Про что там он был? Расскажи зрителям. Хочу. Ну, пожалуйста. Про медвежат, да? Как медвежата баловались, пока дедушка с бабушкой на базаре были. Но главное, что понравился. Завтра пойдёшь на Буратино? Нет, не пойду. Мирончик, конечно, у нас взрослеет мальчик. Что-то здесь ветер такой, как в династию поднимаешься сюда в комплекс. Тут почему-то всегда ветер. Он как-то повыше стоит. Улица Свободы. И всегда продуваемый. Раньше ему в театре очень нравилось. И всегда он прям под впечатлениями был. И отзывы хорошие оставлял. Но сейчас он выдержал спектакль, хотя он был в двух действиях долго. Вот. Выдержал и улыбался, и аплодировал. То есть там ему всё понравилось. Ну, просто он, видимо, общаться не очень настроен. Ну, касяка, пошли. Иди, иди маленько. Видимо, общаться просто не очень настроен. И вообще, конечно же, он сейчас очень меняется и взрослеет. Хотя вот мне некоторые пишут... Мама, на качалюку. Пойдём. Хотя мне некоторые пишут о том, что он у вас невоспитанный, непослушный ребёнок. Но это те зрители, которые смотрят нас совсем недавно. А те, конечно, кто с нами уже давно, кто с нами изначально, те видели, какой ещё полгода назад, какой Мирончик был спокойный, такой рассудительный. Он самостоятельно играл. Вот дома, когда я снимала видео, он сам по себе играл. Либо занимался, чем-то увлекался, рисовал, вырезал. Ну, то есть что-то клеил. А сейчас просто мы в отпуске. И он очень сильно расслабился. Он поехал сначала к бабушке с июня, он у бабушки. Качалю пошли. Ну, пошли. Он с июня был у бабушки. Потом... Ну, там занята качеля. Пойдём на другую. Пойдём вон на ту. Потом мы полетели в отпуск. И, в общем, считаю, вот с июня месяца, он у нас в разъездах, в отпусках, естественно, мы уже и не занимаемся особо, потому что некогда. Ну, хотя сейчас я купила пособие для занятий, и мы сейчас начали заниматься. А другой нету. Ну, жди, когда ребёнок накачается, потом ты будешь... Вот. Или садись на эту, я тебе покачаю. Вот. Сейчас мы пособие купили заниматься. Надо, конечно, начинать уже. Ой, как тяжело качелю эту качать. Вот. Просто-напросто ребёнок в отпуске. Просто-напросто ребёнок расслабился. И мы расслабились. И у него здесь нет игрушек, потому что мы все в разъездах. И, ну, в общем, понимающие люди всё понимают. Сейчас войдём... Приедем в Норильск, войдём в колею, в наш привычный ритм жизни, образ жизни. И Мирончик пойдёт в садик, и будет заниматься, и будем развиваться. И хочу я его определить на развивающие занятия, кружки. У нас есть такой развивающийся... Развивающий центр, как раз рядом с нашим домом, называется Ромашково. Вот. Очень интересный для деток. Так что будем ходить. И... И будем входить в колею. В Норильске мы уже будем во вторник. Совсем чуть-чуть осталось. Завтра воскресенье, в понедельник мы уже будем... В 12 часов дня мы уже будем выезжать из Ярославля. Пришли в детский парк на улице Ленина. на выставку динозавров. А по-правильному называется парк динозавров тайны мира. Музыка играет. Батуты работают для детишек. Мы пойдём смотреть на динозавров. Так, вход, наверное, платный, да? Стоимость билетов. Парк насекомых. Детский 100, взрослые 200. Парк динозавров. Детский 150, взрослые 250. Выходные дни. На 100 рублей дороже. Здоровья. Праздничные. Аттракционы. 150 рублей. 100 лабиринт – 300 рублей. такие цены до трех лет деткам билет бесплатно экспонаты руками не трогать сказали это лавочка ну все пойдемте этот а так просто встречают они нас на входе ненастоящие так скажем димитродон мирон смотри димитродон с левой слева подошли ну да смотри глазки глазки смотри так раскрывает глазки привет привет хвостика ага на крокодила похож фитозавр ну да и шагон пастью клацк клацк может укусить там-то вообще вон какие крики пошлите дальше пошлите дальше а сергей поздоровайся со зрителями как страшно однако рычать стегозавры это маленький стегозавра это большой мироша пойдем смотри 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 реагирует на тебя смотри осень стегозавр стегозавр веди он стегозавр оператор Вот, смотри, лечит Ага Птеродактили Ух ты Как настоящий Ну ничего, так прикольненько Пройтись, поглазеть, деткам показать О, этот-то рычит, как правдишный Как настоящий Смотри, Мироша, еще и лапками перебирает Он хочет съесть маленького Да нет, он не съесть хочет Это же его ребеночек Он, наоборот, защищает его, видишь? Мы подошли, а он его защищает Боится за сыночка Или за доченьку свою Понимаешь? Понимаешь? Да, этот-то огромный Он может только огонь съесть Ну понятно, конечно Хоть кого может Но он этого делать не будет Мы же мирные Да? Мы же пришли с добрыми намерениями А не со злыми Поэтому нас Обижать никто не будет Смотри Из яичка Маленький динозаврик Вылупился Тиранозавр Да Смотри Маленький Малыш Да Типозочки Добро пожаловать на свет Малыш Смотри Смотри Какой Какой большой Смотри Какой большой Пойдем поближе Ух ты Они со всех сторон атакуют Жутко Да, Мироша? Жутко-то как Однако Ага Как называется Папа Навскидку Прочитать-то все могут Мам, пошли обратно туда Диплодок Мам, пошли обратно туда Растительноядный гигант Правильно, Сережа, ты говоришь Смотри Смотри, смотри Мирон Смотри, что он делает Что он делает Смотри, ветки шевелит Ветки? Да Какие ветки? Ну вот и пропустил Смотри Ветки А этот А этот, смотри Прыгнуть хочет Смотри В прыжке, да? В прыжке Хочет поймать вот этого А что он не прыгает-то? Не знаю Готовится, видишь Не предусмотрен он Для того, чтобы прыгать Сейчас к самому большому подходим А вот еще слева, Мирончик Смотри, слева Слева Мироша Бог ты мой Боженьки мои Боженьки мои Боженьки мои Эй Слева Ты не боишься? Нет Смотри Головой машет Это он мне на вопрос отвечает Обалдеть А вот этот мясоед Хищник А ты можешь укусить? Язык Язык Свой Или твой? Свой Он и твой может укусить Нет Что, отвечает нет? Да Ты с ним, в общем, поболтал, да? А то Масем Что-то они как будто Ага, как овечки блеют Пахи Пахицефалозавр Вот Род травоядных О, видите Блеет У него, кстати, даже и голова как будто у барана На барана похож Палеонтологический музей Можно в палатку зайти посмотреть Ух ты Чего это, Мирончик? Скелет какой-то Скелет Скелет Синозавол Угу Ну, здесь такой парк маленький, да? Карусели здесь нету Так чисто батуты Машинки Ти Вот такой небольшой Маленький парк Конечно, это не центральный парк Холодно Нас замерз Замерз? Я что-то подмерзла Ну, Мирончик у нас, конечно же Мимо машины не пройдет Обязательно надо покататься Вокруг фонтана и еще круг Давай, вокруг фонтана едь Вот, вот Вот этот, вот Вокруг вот этот, объезжай Фонтана? Да, вот Вот вокруг вот этого Не может понять, где фонтан Это не фонтан Ну, здесь летом фонтанчик Летом тут фонтан Сынок, езжай У меня не на время взяли Она у нас не будет Жепарь такой мощный Ну, что, дорогие мои На этой позитивной ноте Буду заканчивать свое видео А то оно у меня уже Наверное, долгое получилось Все, увидимся в следующем выпуске Пока-пока